Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня у меня очень серьезная тема, называется она «Месть нарцисса». Но я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Вы в поисках в интернете всегда, ну, ищите, я даже смотрю, мне истории присылают YouTube, да, как большая часть подписчиков какие еще видео смотрят. Вы часто смотрите и выбираете те видео, где просто описывается поведение нарцисса. Причем описывается не поведение в качестве, ну, вот смотрите, как я могу описать поведение нарцисса. Я могу сказать, что он манипулятор, я могу сказать, что он, допустим, грандиозен в своих действиях, я могу сказать, что о лекциях, да, нарциссических. То есть я могу как-то его описывать, чтобы было наиболее понятно, можно было определить просто сам этот тип личности, как-то его охарактеризовать, да. То есть, соответственно, те вещи, которые вы смотрите, обратите внимание, они вас возвращают в эмоциональные флешбеки. И у вас включается постоянная, как сказать, зависимость, да, от этой ситуации. То есть вы включаете какого-то психолога, послушайте, что говорят психологи. Они начинают полчаса описывать, какую боль может причинить нарцисс. Они говорят такие фразы, вы будете страдать, причиняя долгие страдания. Нарциссы способны годами высиживать свою жертву, а потом, подобно коршуну, накидываться на нее. И вот она сидит, как правило, этой девушке, и 30 минут мусорит и заставляет, как бы переливает из пустого в порожню все вот эти вот неприятные вещи, которые способны причинить нарциссы. Рассказывает истории. И в чем суть? Когда вы смотрите подобные видео по многому и ищите сами, вы же сами эти видео ищите, вот в чем суть. Вы, ну, тем самым, вот эти вот количество эмоциональных флешбеков увеличиваете. И это бесконечная история. Когда вы просите рассказать мне про месть нарцисса, вы же хотите вот больше, да, вот у вас случилась вот эта вот история мести нарцисса. Он, допустим, сошелся с вами мужчина, а потом снова расстался, да, как они бывают. Сначала шугу шел, а потом свалил. А суть в чем? А зачем вам это нужно? Для чего вы хотите сейчас рассуждать о мести нарцисса? Ну, я же описал, посмотрите, у меня есть колоссальные лекции на 30 минут, на час, на 15 минут, на 5. Вы можете все изучить и логическим, путем логических размышлений, в чем будет заключаться месть. Зачем нам сейчас разбирать различные какие-то случаи, мне вам рассказывать и так далее. Включим логику. Вы хотите отомстить человеку. У вас есть под каждую ситуацию какие-то партерные, да, ну, какие-то вещи. Как можно ему отомстить? Если он ведется на наши уговоры, да, на шога-шоу, надо использовать шога-шоу. Если он ведется на какие-то вещи по бьющей, по самооценке, надо просто быть с ним рядом и бить ему, внушать ему какую-то идею, что там, ты некрасивая, ты некрасивая, да. Как вот у меня, значит, близкая одна девушка, она сказала, у нее был молодой человек, он ей говорил, она говорит, ну, как борщ, милый там, все ли хорошо. Он говорит, ну, ты знаешь, можно было сделать лучше. Всегда можно лучше. Она там хочет получить какой-то комплимент, он, ну, ты можешь выглядеть лучше. То есть, и этих историй я вам могу рассказать миллион, но зачем вам погружать себя специально во флешбеки? Я снимаю видео, стараюсь все-таки максимально научно его снять, вот, понимаете, и холодно в том числе. Что такое наука? Она остается все-таки старается, мне чем нравится научный подход, да, вот в научная литература. Это все холодно описывается, потому что вы можете прочитать, и эмоции не будут, это же не боевик, да, не экшен, эмоции не драма, эмоции не будут вас захлестывать, потому что у нас у всех есть негативный опыт. Не нужно специально человека в него погружать, а вы смотрите вот эти вот рассказы, которые снимают нарциссы такие же, которым в прикол просто, они знают то, что они вас прогоняют по этим эмоциональным флешбекам. Поэтому, дорогие друзья, я вам желаю одного, не погружаться в национальные флешбеки, потому что это и есть месть нарциссов, так скажем, всему остальному человечеству. Поэтому, когда вы смотрите нарциссов, не ведитесь на их фишки, даже через YouTube. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас жду всех в своем инстаграме, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok